День весеннего равноденствия. Центральная Азия празднует Навруз. Любимый праздник отмечают с размахом и повсеместно. Посмотрите, сколько людей на улице. Все радуются с детьми. Это очень прекрасно. Самый лучший праздник, я считаю, весенний. Поздравления от первых лиц. Алмазбек Атамбаев на празднике не появился, Имамали Рахмон станцевал, а Шавкат Мерзиёев был краток. Дорогие соотечественники, на нашу благодатную землю вместе с весной приходит долгожданный, любимый всеми нами прекрасный праздник Навруз. Гаджеты в запрете. Дональд Трамп запретил провоз электроники в ручной кладе на рейсах в США из Ближнего Востока. Белый дом назвал эти меры ответом на террористические угрозы. Самая счастливая. Норвегия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира. Ее жители этой новости ничуть не удивились. Как только ты найдешь работу и встроишься в систему, Норвегия станет отличным местом. У меня есть дети и, думаю, для них это прекрасная страна. В странах Центральной Азии началось празднование Навруза. Это один из главных и любимых праздников в регионе и традиционно его отмечают с большим размахом и повсеместно. Люди выходят на площади, где устраиваются концерты, проходят состязания и накрываются дастарханы с главным блюдом Навруза. О том, как начали праздновать день весеннего равноденствия в столице Кыргызстана, расскажет Дзебек Бегалеева. Бой подушками забавно, но Руз одна из самых любимых. Раз в году даже взрослые в Кыргызстане играют в самые потешные игры. У Кыргызов очень много различных веселых игр. Что может быть лучше, чем веселиться и забавляться в праздник? Ведь у нас так много проблем в повседневной жизни, поэтому надо уметь расслабляться. Те, у кого душа требует более широкого размаха, идут на площадь. Специально в этот день в Центр Бишкека приезжают даже из других областей республики. Пришли отдохнуть, посмотреть и радоваться всему веселому, хорошему. Так что и мы тоже пришли сюда показать детям, что тут так очень красиво оформлено, как это отмечается, какие традиции тут проходят. Всегда, почти, всегда. Главный атрибут праздника – сумерек, блюдо из пророщенной пшеницы. Его варят всю ночь, а на утро, перед тем, как попробовать, обязательно смотрят на рисунок, который появляется на поверхности варева. По нему можно предсказать, каким будет Новый год. Мы уже размешали, соответственно, сейчас рисунок мы уже не увидим. Но вот видите, жир – это потому что в самом начале добавляется растительное масло, на нем потом это все жарится, варится, из-за этого жир выступает. Но когда будем, например, распределять, когда распределять, она просто перемешается и все, она уже… По кыргызской традиции считается, что сумерек продавать нельзя. Однако в последние годы праздничное лакомство все чаще стало появляться на прилавках рынков. Я продаю в день примерно 50 литров сумерека. Чистая прибыль составляет 3000 сомов. 3000 сомов – это что-то около 45 долларов. Деньги хорошие, но бизнеса и дахан процветает ровно три дня. Как только праздник заканчивается, девушка снова возвращается в другую часть базара – торговать одеждой. На три дня продажа сумерека превращается в семейный бизнес Кылычевых. На варку праздничного лакомства в этом доме во время наруза бросаются все силы и средства. Мы начали варить его в 8 утра, закончим в 8 вечера. Как только все сварится, отдадим Саиде, она унесет все на продажу. Сейчас в процессе готовки участвует вся родня. К этому дню Кылычевы готовятся загодя. Проращивать пшеницу начинают задолго до 21 марта. В этой комнате мы ее проращиваем. Используем воду, оставшуюся от омовения, которая совершается перед молитвой. Держим мы все в укромном месте, подальше от посторонних глаз. Разбогатеть за несколько дней Кылычевым, конечно, не удается. Едва ли не половину приготовленного семья раздает соседям и родственникам. В этом деле самое важное – процесс приготовления блюда, говорит Разия. Собирается вся семья, и каждый из них загадывает свое желание. По древнему поверью, кыргызов все они в течение года обязательно должны сбыться. Джибек Бекалиева, Бексултан Аббакирулу. Настоящее время. Пешкек. Кыргызстан. Празднование Науроза в Кыргызстане проходит без традиционного участия главы государства. В этом году Алмазбек Атамбаев решил ограничиться только текстовым обращением, сообщает сайт Клоб Кейджи. Жители республики от имени президента поздравил руководитель его аппарата Сапар Исаков. Почему Атамбаев решил отказаться от традиционного праздничного выступления в такой важный день, его пресс-служба не сообщает. А президент Узбекистана Шавкат Мерзиоев поздравил своих граждан с Наврузом уже накануне праздника по государственному телевидению. Мерзиоев, в отличие от своего предшественника Ислама Каримова, не стал говорить долго. Его поздравление было весьма лаконичным и уложилось в три с половиной минуты. Мерзиоев пожелал узбекистанцам счастья, здоровья, мира и благополучия. И отметил, что философия Навруза созвучна благородным целям года диалога с народом и интересов человека. Именно таким объявлен 2017 год в республике. В этом году жители Узбекистана будут отдыхать в Навруз три дня. У нас есть кадры, как празднуют день весеннего равноденствия в Самарканде. Вы видите, что его жителям повезло с погодой. В Самарканде солнечно и тепло. И дети, и молодежь, и старики принимают в праздники самое активное участие. Звучат народные песни, столы накрыты традиционными блюдами, все веселятся. Основные праздничные мероприятия в Таджикистане были перенесены из столицы Душанбе в город Турсунзаде. Как стало известно, на театрализованное представление в честь Навруза были привлечены более 9 тысяч человек. Праздник в Турсунзаде посетил и президент Таджикистана Имамали Рахмон. У нас на связи наш корреспондент Анушервон Арипов. Анушервон, здравствуйте. Как проходит праздник? Не помешал ли дождь? Здравствуйте, Динара. Сейчас мы находимся в городе Турсунзаде, в 60 километрах от столицы Таджикистана, где в этом году проходят основные торжества праздника Навруз. Сегодня Навруз – это яркий, светлый, добрый, веселый праздник. Поэтому, несмотря на дождливую погоду, посмотреть концерт пришли тысячи жителей этого города. Да, и многие приехали из соседних городов. Сегодня на сцене выступают десятки творческих коллективов, которые готовились к этому представлению более двух месяцев. Посмотреть на театральное представление люди пришли целыми семьями. У многих на сцене выступают родственники – младшие братья, сестры и дети. Всего в мероприятии участвуют более 9 тысяч волонтеров. Мы пришли сюда смотреть концерт со семьей, с друзьями. Сестры там будут танцевать, мама, сестра, тети там сидят, братья. Артисты на сцене исполняют песни, специально написанные к празднику Навруз, о весне, теплом дожде и, конечно же, любви. Слушая зажигательные ритмы, так и хочется пуститься в пляс. Несколько раз танцевал и президент страны Эумали Рахмон. Глава республики поздравил всех таджикистанцев с праздником Навруз и пожелал достатка, счастья, мира и единства. На протяжении своей более 5000-летней истории и пройдя неровный путь, Навруз обрел глубокое, широкое социальное содержание. В философии Навруза созидательное деяние признается как первооснова человеческой деятельности, ярким выразителем которого является земледелие. Также следует отметить, что традиционными компонентами Навруза считаются прощение друг друга, забота о сиротах и инвалидах, посещение престарелых и больных, щедрая помощь нуждающимся и внесение вклада в созидательные работы. В столице Таджикистана торжества Навруза проходят в огромном развлекательном комплексе, построенном пять лет назад специально для этого праздника. Здесь установлены сотни деревянных топчанов с традиционными угощениями, самбусой, супом из горных трав, пловом и суманак, халвой из пророщенной пшеницы. Каждый участник старается выделиться и украсить свой дастархан как можно красивее. Тут же можно посмотреть театрализованные и цирковые номера. Праздничные мероприятия завершатся сегодня вечером в Душанбе с салютом, фейерверком из 21 залпа, но праздновать Навруз Таджикистан будет до конца этой недели. Динара. Спасибо, Анушер Вон. Американские дипломаты учат казахский язык. Посол США в Казахстане Джордж Кролл пытается не только говорить по-казахски, но и интересуется казахской культурой и историей. В дни празднования Навруза на странице посольства в Фейсбуке появилось видео, где американский дипломат, надев на себя чипан, пробует традиционное казахское блюдо Навруз Коже и интересуется, почему его казахи готовят на праздник. Дорогие гости, кто-нибудь знает, почему мы каждый год готовим Навруз Коже на праздник Навруз? Кто знает? Я знаю, я знаю. Я знаю сказку о Навруз Коже. Посол продемонстрировал неплохое знание казахского языка и поздравил всех жителей Казахстана с Наврузом. С праздником Навруз! В этом году, накануне весеннего равноденствия, в Алма-Ате установилась необычайно холодная погода. Ночью температура воздуха опускается до минус пяти градусов, а днем немногим превышает отметку ноль. Перед праздниками в городе даже выпал снег. Прогнозы официальных синоптиков не отличаются оптимизмом. Каз Гидромед сообщил, что весна в Казахстане в этом году будет неустойчивая и теплые дни будут сменяться пасмурными. Тяжелее всего придется жителям Центрального Казахстана и столице Астана им придется праздновать Наурыс, когда за окном будет почти минус 20 градусов по Цельсию. Однако казахстанцы не расстраиваются и вспоминают о том, что согласно народным приметам, снег на Наурыс к хорошему урожаю достатку. Большинство алматинцев по традиции собираются отправиться на праздничные гуляния всем семейством, не обращая внимания на низкую температуру за окном. Влияет ли плохая погода на весенние праздники? Нет, конечно, не влияет, потому что Наурыс это такой праздник, когда даже плохая погода не должна влиять на твое радостное настроение. Не чувствуется наступление праздника? Абсолютно не влияет, потому что весна все равно придется. Влияет, но не сильно. Как гуляли, так и будем гулять. Весна у нас прекрасная. Мне нравится, когда нет особой жары, пыли, солнце вон, праздничное. Очень сильно влияет, честно говорю. Холодно, мне так не нравится. Зимой вообще не было снега практически, а вот весной прямо снег выпадает. Нет, нет, не влияет. Значит, пойдете на народное гуляние, дома сидеть не будете? Да, конечно, вот иду, выхожу. Мы пенсионеры, нам все равно, что праздник, что нет. Погода на это не влияет. Чем лучше ты отмечешь Наурыс, тем богаче будет в твоем доме, в твоем хозяйстве, и все будет хорошо. В предпраздничные дни холодно было и в столице Кыргызстана. Накануне праздника температура воздуха поднялась только до 5 градусов тепла. Но, несмотря на прохладную погоду, тысячи горожан вышли на улицы, чтобы отметить Наурус. Даже несмотря на то, что ближе к вечеру стало пасмурно, это никак не повлияло на праздничное настроение жителей Кыргызской столицы. Абсолютно никак не повлияло. Наоборот, все прекрасно, светло, свежо. В общем, я думаю, что погода никаким образом не может повлиять на настроение народа. Ну, я думаю, на праздник это не повлияет, и на настроение тоже. Хорошо от души, правда. Правда, погода сегодня... Вчера лучше было, правда, но ничего. Это, этим самым настроение вроде ни у кого не испортилось, все нормально. Это прекрасно. В Наурусе всегда, когда день Науруса, погода прекрасная всегда. Ну, сегодня не очень так ярко, но все равно прекрасна погода. Посмотрите, сколько людей на улице. Все радуются с детьми. Это очень прекрасный, самый лучший праздник, я считаю, весенний. Весело. Только погода немножко не в тему, так? Весело. А что не в тему? Почему не в тему? Ну, потому что нету солнца. Было бы солнце, было бы веселее, наверное. К другим новостям. Президент Туркменистана раскритиковал талисман Азиады-17. Соревнования пройдут в Ашхабаде 17 по 27 сентября. В качестве официального символа было выбрано изображение туркменской собаки породы Алабай. Веселый, дружелюбный щенок с купированными ушами и хвостом должен был стать всеобщим любимцем на спортивном мероприятии. Но Гурбан Гулыберду Мухамедову он не понравился. Почему? Официальная пресса не сообщает. А ректору Академии художеств президент объявил строгий выговор с требованием усовершенствовать главный талисман международных спортивных мероприятий. Далее в программе. Гаджеты в запрете. Дональд Трамп запретил провоз электроники в ручной кладе на рейсах США из Ближнего Востока. Белый дом назвал эти меры ответом на террористические угрозы. Самое счастливое. Норвегия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира. Ее жители этой новости ничуть не удивились. Как только ты найдешь работу и встроишься в систему, Норвегия станет отличным местом. У меня есть дети, и думаю, для них это прекрасная страна. Слушание Конгресса о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США не внесли ясности. Еще больше раскололи американское общество. Накануне главы американских спецслужб подтвердили, они действительно расследуют возможные связи команды Дональда Трампа с Россией, но отказались раскрывать подробности, сославшись на тайну следствия. О том, как отреагировали на слушание американцы, расскажет Екатерина Бучнева. Слушание в Конгрессе, на которых директор ФБР подтвердил, ведомство расследует связи команды Трампа с Россией, сам президент встретил в турне. Будто продолжая предвыборную кампанию, Трамп едет по стране, активизируя своих избирателей. И кажется, вполне успешно. Пока в Вашингтоне над ним сгущались тучи, в Кентуккии его ждали рок-н-ролл, флаги и преданные сторонники. Думаю, Коми не стоит верить, он утратил доверие американцев. У него не осталось никакого авторитета. Нужно, чтобы помимо него еще кто-то из ФСБ дал показания. Известно же, что он демократического духа, а нам нужен кто-то независимый. Знаете, это все демократы и СМИ. Когда они во власти, они не обращают на такое внимание. А когда их отстранили, они сразу запели по-другому. Да, некоторые вещи, которые Коми говорил, меня обеспокоили. Например, то, что он не собирается расследовать утечки из ФБР. Незаконность утечек, благодаря которым прессе стало известно о связях команды Трампа с Россией, главный козырь сторонников президента. Именно его активно разыгрывали республиканцы в ходе слушаний в Конгрессе, настаивая на расследовании того, как в прессу попала засекреченная информация. А именно, расшифровки переговоров помощника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна с российским послом и данные о сделках политтехнолога Пола Манафорта с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. В Белом доме от них обоих попытались откреститься. Я не знаю ни о каких контактах в то время. Генерал Флинн был всего лишь волонтером во время кампании. Говорят о Поле Манафорте, но он играл весьма незначительную роль в незначительный период времени. Подробности расследования ФБР в отношении команды Трампа глава ведомства Джеймс Куми раскрывать отказался, сославшись на то, что следствие продолжается. Зато по вопросу возможной прослушки Трампа по приказу Обамы высказался однозначно. Никаких подтверждений гневным твитам президента нет. В разведсообществе по этому поводу полное согласие. Думаю, Трампу пора взять ответственность присущую посту президента США и осознать, что он совершил ошибку, извиниться перед Обамой за свои слова и заняться делами поважнее здравоохранением, судами, бюджетом и миграцией. Извиняться Трамп, кажется, не собирается. Но и жаловаться на прослушку и утечки спецслужб тоже перестал. На митинге в Кентукки он ни разу не упомянул слушания в Конгрессе. Зато вновь пообещал своим сторонникам сделать Америку великой и намекнул на новый законопроект в поддержку угольной индустрии. Екатерина Бучнева. Настоящее время. Вступил в силу новый указ администрации Дональда Трампа. Он запрещает провоз электроники в ручной кладе на рейсах в США. Речь идет о пассажирах из 10 аэропортов мира. Под запрет попали самые загруженные хабы Ближнего Востока. Стамбул, Каир, Марокко, Амман, Доха, Абу-Даби и Дубай. Кувейт, Эр-Риад и Джедда. Пассажиры, вылетающие из этих аэропортов, не смогут пронести на борт ноутбуки, планшеты, камеры и DVD-плееры. Всю электронику придется сдать в багаж. Запрет не коснулся мобильных телефонов и смартфонов. Администрация США называет такие меры ответом на террористические угрозы и подчеркивает, новый закон никак не связан с предыдущей попыткой Трампа ограничить въезд в США для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением. В столице Ирака, Багдаде, в результате взрыва заминированной машины погибли 23 человека, более 45 ранены, сообщила иракская полиция. Взрыв прогремел в оживленном торговом районе. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Боевики экстремистской группировки «Исламское государство» неоднократно совершали подобные атаки в Багдаде и других городах страны. Количество терактов стало увеличиваться по мере того, как правительственные войска и силы международной коалиции стали выбивать исламистов из новых кварталов Масула. С момента начала наступления, по данным иракских властей, город покинули 180 тысяч человек. Восточная часть Масула освобождена. В западной идут бои. Представители ООН предупреждают. В течение ближайших недель город могут покинуть еще порядка 300 тысяч человек. Наш дом разрушен. Мы потеряли все. Мы бежали под дождем. ИГИЛ нас предупредил, что если мы убежим, то они нас убьют. Они сказали, что мы должны умереть там. Накануне боевики группировки ИГИЛ захватили в плен полковника иракской полиции и восьмерых военнослужащих, сообщил представитель МВД Ирака. Все девять человек затем были убиты. Сейчас ведется операция по возвращению их тел. Бельгия на этой неделе вспоминает жертв теракта, совершенного 22 марта прошлого года. Годовщину трагедии в Брюсселе откроют мемориал. Две тонны металла. Как непосильная нож от тех, чьи семьи коснулась эта трагедия. Две огромные волны. То ли крылья самолета, то ли рельсы метро. Пространство между ними, по задумке дизайнера Джина Генрид Компера, место для диалога. Мы были раздавлены, но мы должны встать и сказать «нет». Этим невероятным, невыносимым действием. 22 марта 2016 года в Международном аэропорту Брюсселя в 8 утра по местному времени прогремели два взрыва. Через полчаса еще один взрыв произошел в поезде на станции Мельбек, брюссельского метро. 32 человека погибли, более 300 получили ранения. Власти объявили наивысший уровень террористической угрозы. Места массового скопления людей в Брюсселе, в том числе железнодорожные вокзалы и метрополитен, весь год патрулировали сводные группы военных и полицейских. Взрывы в аэропорту совершили террористы-смертники Ибрагим Эль-Бакрауи и Наджим Лааш Рауи. Бомбу в вагоне метро привел в действие брат Эль-Бакрауи, Халид. Предполагаемый сообщник смертников Мухаммед Абрини, который по каким-то причинам не совершил самоподрыв, был арестован. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация Исламского государства. Есть семьи, потерявшие своих отцов, матерей, детей. Поэтому важно думать об этом и быть вместе с ними. Нельзя оставлять их наедине с горем. Вы просто должны жить настоящим моментом. Мы должны выйти из дома и не бояться. 22 марта горожане планируют собраться на Биржевой площади, куда весь год несли цветы и мягкие игрушки, чтобы вспомнить погибших и показать, они не боятся. Месяц назад правительство Бельгии одобрило закон, согласно которому раненые при терактах в Брюсселе приравнены к пострадавшим во время Второй мировой войны. Им будет выплачиваться компенсация за все медицинские расходы и особая пенсия. И в заключении. Норвегия названа самой счастливой страной в мире. Рейтинг, куда вошли 155 государств, был составлен ООН. На втором месте Дания замыкает список Центральная Африканская Республика. Кстати, сами норвежцы этой новости совершенно не удивились. Норвегия потеснила Данию в списке самых счастливых стран мира. Соответствующий рейтинг был опубликован в понедельник. Составители ориентировались на шесть факторов. ВВП на душу населения, продолжительность жизни, свобода выбора, щедрость, соцподдержка государства и отсутствие коррупции. В главе списка – скандинавские страны и их соседи – Канада, Новая Зеландия и Австралия. Сами норвежцы восприняли попадание на первую строчку как должное. «Очень даже может быть. Конечно, если ты приезжий или иммигрант, будет непросто. Но как только ты найдешь работу и встроишься в систему, Норвегия станет отличным местом. У меня есть дети, и думаю, для них это прекрасная страна». «Думаю, это справедливая оценка, и я не очень-то удивлена. Я уже видела подобные рейтинги, и там всегда Дания и Норвегия. Ну, может, немного Швеции, Исландии, Финляндии. Но все равно здорово». Россия в этом году рванула на семь строчек вверх и заняла 49-е место. В самый конец списка попали Руанда, Сирия, Танзания, Бурунди и Центрально-Африканская республика. Программа «Настоящее время. Азия» поздравляет всех своих зрителей с праздником Навруз. Мы желаем вам счастья и благоденствия. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в режиме прямого эфира на канале «Настоящее время» в YouTube. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!